Всем привет! Вы на канале GameCade и мы продолжаем проходить игру Black Mirror. В прошлой серии мы пошли в шахту и там сразились с ужасным червем. Появляемся мы на пристани. Нас встречает тот мальчик, которого мы спасли в прошлой серии. Он говорит нам о том, что кто-то ждет нас на лодке. Мы забираемся на лодку, но как обычно начинаем сражение с гоблинами. Но это другой вид гоблинов. Они больше ассасина-убийцы, потому что у них вместо мечей кинжалы и также у них совсем другой вид. Также тут есть гоблины-лучники, которые после трех выстрелов на несколько секунд состоят, что дает их ударить без получения стрелы в живот. Обычные гоблины тоже нападают, но их гораздо меньше. Снова гоблины на этом непонятном существе. Боссом в этой локации является какой-то человек в плаще, но я буду склоняюсь к тому варианту, что он не человек. Так как даже его имя об этом говорит. Он посланник смерти. У этого босса есть несколько типов атак. Первый тип атаки это когда он создает своих клонов, которые также могут вас атаковать, но они убиваются с одного удара. Второй тип атаки это кувырок с мечом в руке. Третий вид атаки это несколько быстрых ударов мечом и запуск быстрого снаряда. Эта атака повторяется по несколько раз. Четвертый вид атаки это подпрыгивание в воздух и удар мечом вниз. И наконец пятый вид атаки, который мы сейчас лицезрели, это два удара мечом и затем пинок. Тут мне не очень повезло и я получил три удара подряд. Как вы заметили, каждый раз когда босс делает кувырок, я его бью. Это одна из его слабостей. Потому что пока он делает кувырок и встает, есть небольшое время, чтобы его успеть ударить. И тогда он не успеет произвести атаку. И можно будет так повторять, пока он не умрет. Но он не постоянно делает кувыроки, поэтому приходится ждать, пока он делает кувырок и уклоняться от других его атак. В другое время советуется к нему не подходить, так как он легко может отразить ваш удар и нанести несколько своих. Вот тут вы видите пример моей глупости. Когда в меня летели его клоны, я не защитился и поэтому получил довольно большой урон. И теперь благодаря этому у меня осталось очень мало жизней. И если он сделает один удар и я не успею защититься, то тогда это будет смерть для меня. Супер заряд заряжается только тогда, когда вы бьете врага. Поэтому я должен был бить его чаще. Но в основном я защищался. И это привело к моей смерти. Также я не использовал супер, когда он зарядился. С первого раза, к сожалению, босса у меня победить не удалось. И поэтому я сделал вторую попытку. И чтобы вам не пришлось лицезреть бой с самого начала, я обрезал его до конца. Тут опять у меня остается очень мало жизней, потому что большинство его атак наносит очень много урона. Тут мне очень сильно не повезло. Когда у него оставалось жизней на один удар, он сделал последнюю атаку, во время которой я не мог его атаковать. Но зато и поэтому мне пришлось возродиться, чтобы его добить. С него нам падает очень крутой дурок, такой как, допустим, новый питомен. Извиняюсь за такой глупый вопрос, но ни одному мне он напоминает какашку. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok